здравствуйте но перед тем как начать я бы наверное хотел сделать сначала небольшое такое объявление так как записываюсь я раньше а выйду в эфир 19 апреля соответственно за день и за два дня как будут проходить мероприятия а мероприятия такие вот это вот книга записки странствующего армянина о котором я вам в каждом выпуске говорю будет проходить презентация ее в москве я зачитаю чтобы не ошибиться 20 апреля в 15.00 отель сент-регис ну или сент-риджес кому как нравится конференц-зал кандинский запишите себе масса для москвичей 20 апреля 15.00 отель сент-регис конференц-зал кандинский и на следующий день 21 апреля уже в санкт-петербурге 15.00 отель санкт-петербург конференц-зал стрельно там и там 15.00 значит 20 апреля москва 21 апреля санкт-петербург запишите еще раз себе ну а те кто не живет не санкт-петербурге не в москве и вообще в этих числах не будут в этих городах можете заказать книгу как обычно если обратите внимание сюда вот вниз под этот экран где имеется где имеются значит у нас реквизиты и прочее там увидите заказать книгу пройдете по ссылке все вам будет ну что перейдем значит нашей сегодняшней теме месяц назад в ереване как-то ехал со своим приятелем по городу и он мне говорит что из достоверных ему источников известно что в апреле начнется война что азербайджан готовит вероломное нападение на армению дескать мы основательно готовимся к отражению атаки я ему сказал с иронией что в армении каждый второй житель лишь хан и что каждый из них официальный источник доверять всему сказанному я бы не стал и обосновал почему я обосновал ну во-первых алиев хоть и построил у себя тоталитарное общество но по примеру других он я думаю не станет примерять санкции подобное ирану россии белоруссии эти страны габаритные они выживут азербайджан уже санкции чреваты так как страна маленькая да и сидит на нефтяной игле которая кормит алиева и его клан затем же ну я не знаю просто у меня и в голове не вкладывается чего алиева вдруг рубить сук на котором он сидит армения не карабах если карабахом он попрекал что дескать это международно признанная территория азербайджана то с армении уже международно признанная независимая территория уже а так такое уже никак не выйдет как с карабахом и ему не сойдет с рук не сойдут с рук эти вольности из жертвы коим он себя позиционировал почти 30 лет он перейдет в разряд оккупанта во-вторых ну это уже я замечаю тут как востокове не будем забывать что алиев не просто диктатор он восточный диктатор такие думают не только о себе но и о своем потомстве у алиева единственный сын гейдар второй которому готовится передачи власти и и хаму алиеву важно передать сыну не просто страну трон но очищенную страну от геополитических проблем кто сказал что через 10 20 пусть 30 лет армяне не нанесут мощную реконкисту есть такая уверенность у меня лично нет почему у него должна быть такая уверенность поэтому алиеву нужно будет перед передачей власти отпрыску оставить ему хорошее наследство в плане политики однако есть но оккупированные уже сегодня несколько сот квадратных километров территории армении плюс советские азербайджанские анклавы в армении и один анклав армянский в азербайджане алиев может вторгнуться на эти анклавы играя всего теми же карабахскими картами а может и торговать ими как и оккупированными уже территориями в обмен на что то на что он еще не придумал как мне кажется а может и придумал на эту тему в том числе мы поговорим сегодня с моим давним приятелем политологом самвелом мелекситянцем приветствую тебя сам вел ну в общем то вопрос такой рискнет ли алиев нападать на армению или у него другой план в отношении анклавов в оккупированных землях так как уже середина апреля и вроде бы пока тишина ну мне кажется здесь надо прежде всего понимать что алиев привык дал такому языку общения то есть он что-то пугает какие-то вот такие шантаж это играет на внутреннюю аудиторию поскольку она привыкла к победам каким-то таким очень высоким планкам ему хочется с одной стороны вот то что мы говорим эти села да и анклавы это наследие 90-х для азербайджана это последняя часть и последнее напоминание о той тяжелой очень о том тяжелом поражении которое было в начале 90-х для них и я много раз говорил что мы сильно недооцениваем то насколько сильное воздействие на азербайджанское общество насколько было это сильный шоковый эффект а вот это поражение 93-го особенно ну почти все приобретения армянской стороны были за несколько месяцев 93 года колоссальный даже вот это 444-дневная война олевск она не сравнится с тем что армянские силы достигли тогда при очень скромных ресурсах и но что третьем четвертом году и вот этот для азербайджанцев конечно было очень тяжелым ударом это сильно и это в принципе объясняет всю суть олевского режима и вот у него с одной стороны есть конечно желание закрыть последнюю страницу напоминающую об этих событиях с другой стороны ему нужно постоянно все достижения в отношениях с армении преподносить именно как вот такой ультиматум мы им сказали они выполнили и вот собственно вот на этом все закончилось и понятно что сейчас мы оказались в каком-то таком тупиковой ситуации поскольку азербайджан это на самом деле сейчас больше территории армении под оккупацией находится до том числе если мы берем табуш 90-е годы азербайджан там взял больше чем армянская сторона то есть армянская сторона считала что в арцах и мы добились сокрушительной победы а лучше это второстепенный участок фронта вот если будет решен вопрос от сахара то собственно в того же как говорится все будет решено автоматически да но мы сейчас тоже получили такой бумеранги 90-х того же поскольку 290 армянской стороны там были возможности даже у местных сил таки сохранить гораздо больше и даже взять гораздо больше но это не было сделано да я просто знаю вот на участке тела четырех сил и но что третьем году например местные силы эмберианского и диванского района они взяли высоту дундак которая господствует во всей этой зоне четырех сил так называемых да но у них возник сразу конфлик с министерством обороны им сказали нет нужно отступать у нас нет планов по взятию вот этих значит территории эти силы отступили и собственно все 30 лет 93 года армянская сторона вот этот участок трассы который проходит там очень близко к постам азербайджанской армии эта дорога обстреливалась да там и то есть у нас там были постоянно проблем вот мне кажется обеев если говорить о том пойдет ли он на войну мне кажется конечно большая война она сильно марлала вероятно поскольку риски очень высоки приобретение очень незначительно ну ради четырех сил начинать огромную которая будет стоить очевидно жизни тысяч человек да это конечно плюс абсолютно предсказуемыми последствиями да даже если азербайджан что-то возьмет он рано или поздно это все отдаст попадет под санкции как вы отметили соответственно у азербайджана нет таких серьезных ресурсов он очень сильно зависит от внешних от внешнего значит экспорта да и соответственно конечно он на мой взгляд алим рисковать по крупному не будет слишком высокие ставки и слишком они большая цена приобретели ну конечно брифовать шантажировать идти на какие-то локальные обострения по типу сентября 2022 года а лев может собственно вот этот инструментарий настолько хорошо уже разработан азербайджанской стороны эта часть функционирования политического режима склонно говоря когда вот это было и все годы до войны до до последних войн когда у нас была встреча с армянской делегации сразу на границе у нас были обострения выстрели и мы сейчас понимаем что это было не какой-то случайно да вот ход событий а это был именно вот такой четкий приказ этот приказ выполнялся и до сих пор вот этот механизм уже наработать десятилетиями да он существует и от этого ему тоже очень некомфортно отказываться когда вы привыкли что любое ваше требование вот начинает выполняться по такому сценарию вам очень сложно отказаться от этого и идти на дипломатических это решения которые предполагают компромиссы да а для него в публичной сфере представить что азербайджан пошел на компромиссы вот ему очень сложно сейчас это сделать и вот эта ловушка в которой оказался вот это постоянное поднятие ставок она ведет к тому что ну вот постоянно кормить эту аудиторию новыми победами новыми ожиданиями побед и это да конечно проблема серьезно даже при отсутствии желания ему периодически вот есть соблазн срываться на какие-то военные действия но может быть появилась после карабаха у него новая национальная идея ведь в таких режимах без национальной идеи просто невозможно но если у карабах взял карабахский вопрос он закрыл как он говорит о своим согражданам нужно что-то новое карабахский вопрос он закрыл да то есть он получил территорию 11 тысяч 300 квадратных километров часть которой заминировано там больше все города которые там были крупные населенные пункты уничтожены это десятки то есть понятно что построили аэропорт физули построили какие-то дороги да и какие-то такие мега рекламы такие знаешь как у эльфа петрова вдохнуть в этом все жизнь чтобы вернуть туда действительно население и что это стало частью страны они просто каких-то вот таких рекламных акций это нужно десятки миллиардов долларов это нужны долгосрочные инвестиции и если он в таких условиях на самом деле пойдет на какие-то новые риски он конечно на мой взгляд не переварит и я думаю азербайджан и режим который то место конечно они лучше нас с вами осознать поскольку они понимают какой фронт работаем там предстоит а но как я уже отметил вот желание давить и использовать силовые инструменты это остается все это и это серьезного кроза и конечно даже жизни нескольких армянских солдат для нас это очень высокая цена для азербайджана понятно что все это искупается очень быстро и никто вопросы не задают а зачем нам вот эти новую жертву сам был такой вопрос вот если смотреть на ранние советские карты то вот этих анклавов о которых сейчас говорится да с лупой не разглядеть их вовсе не было как они вообще возникли на ранних советских карта там много чего можно не разглядеть или наоборот разглядеть они очень не точно проблема ранних советских карт то что это ну наверное у школьников с контурной карты которую задают школа они по точности примерно сопоставимы дело в том что царское время была хорошая школа картографии да в том числе военной картографии но годы гражданской войны эти специалисты они оказались на белой стороне большей части да были белогвардейцы и советский союз потерял мы видим что советское время до сорок первого года переиздавали карты автого генштаба она же границы не указаны то есть были очень серьезные проблемы с картами но плюс масштабы и в картам конечно не значительно но у нас есть описание двадцатых годов описание армян и азербайджанские границы и земельные споры которые шли постоянно вот в этот период там конечно мы видим что с одной стороны самих анклавов конечно не было но вот эти села уже с начала двадцатых годов конечно если мы берем мелкие вот это села карки барху дороса фулу и верхние после пары для юхараска пара вот они все были в составе азербайджана и арт ваш он был составе армии там была проблема в том а как связать да как связать их с материковой страной очень долго то есть в описаниях например 22 года мы видим что какая-то тонкая полоса которая связывает эти села с материковой страной но потом они решили вот 30-е годы была придумана модель анклавов и собственно когда и появились эти анклавы с одной стороны 30-е годы распался запрос палой за кавказская советская социалистическая республика до которая была одним из создателей ссср и возникла уже необходимость более строгого или как бы разграничение да между советскими республиками из 36 года мы видим уже появляются карты где во первых есть анклавы ну как минимум за исключением яркие все эти анклавы и армянский значит арт ваша на эксклав для армении и азербайджанские они конечно на портах появляются ну и из других источников мы знаем что например у завина код кутиана хотя как и он не отмечен на артах 20 но у него есть фундаментальная работа населения советской армении за последние сто лет она издана в 1932 году он там пишет что двадцать шестом году когда проводили перед риски арки не вошел список населенных пунктов советской армении поскольку он относится к нахачеванскому крайкому да вот этому крайному комитету поэтому конечно вопрос здесь анклавы они в том едином виде точнее села относились к армении к азербайджану проблема с проблема с тем что для независимых государств анклавы серьезная головная боль даже для стран у которых хорошие отношения в армении с азербайджаном хороших отношений еще какое-то время точно не будет где-то десятилетия и поскольку 90 годы состоялся по сути обмен этими окладами окажутся и поскольку есть международная практика таких обменов очень серьезно ну или илья-багладеш там сотни анклавов буквально обменяли значит литва белоруссии эти процессы происходили швейцария с германией очень долго пытались там вот такие участки территории verw gonna там есть страны где есть цивилизованные анклавы например между бельгией и голландии там множество анклавов и тем не менее это мешать там есть даже анклав в анклаве насколько я знаю это в голландии сначала идет бельгийский анклав в голландии потом голландских бельгийском и еще один крошечный бельгийский в голландском то есть как вот матрешка ну ничего люди терпят живут как-то. Но у нас, конечно, регион другой, я думаю, такие анклавы просто не выживут. Ну, плюс в этих селах уже населения не осталось. То есть, это придется восстанавливать села, причем люди привыкли к режиму существования национальных государств, а им придется пересекать границу, таможенные, даже в больницу, чтобы, например, нужно поехать в больницу, где-нибудь серьезным, даже не очень серьезным. Понятно, что для села с населением 300 человек не будут строить современным медицинским центром. Вот им придется пересекать несколько раз границу, и это все проблема для населения. И плюс там проблема с водными ресурсами для азербайджанских анклавов, особенно двух как минимум, там они небольшие, там будут вот такие проблемы. У Азербайджана вообще три проблемы будут. Каждый, то есть, доступ к каждому анклаву, там, в зависимости от географии местности, им придется решать по-разному, и в Армении-то один крупный анклав, то есть, один большой, там, в принципе, с этим даже легче. Поэтому сейчас, когда они говорят, что вот, мы возьмем эти анклавы, перережем, коммуникации Армении, вот у нас, к сожалению, тоже, поскольку у нас положение, да, довольно тяжелое, после войны 20-го года и далее, мы тоже боимся всего этого, но представлять, что небольшой анклав со всех сторон окруженной Армении заблокирует коммуникации Армении, ну, это несерьезно. Можно и построить новые дороги. Да, но в то же время я, например, не слышу, чтобы армянское правительство говорило об Арцвашеге. Хотя у нас крупный анклав на территории Азербайджана. Мы только слышим об азербайджанских анклавах на территории Армении. Нет, они говорят, конечно, что если будет решение вот такое комплексное по анклавам, обязательно должен быть Арцвашег. Без этого невозможно представить вообще решение. Это уже не решение, а вот продолжение вот этого силового шантажа, да? Ну, мне кажется, как раз таки у Арцвашена дорога, которая ведет в Арцвашен, асфальтированная, единственная, да, она советских времен. Это дорога, которая не пересекает ни один азербайджанский населенный пункт, в то время как Арцвашен закрывает доступ к райцентру для порядка 20 азербайджанских сел Гетабекского района. То есть Гетабекский район состоит из двух частей. Получается восточная и северо-западная. Вот вся северо-западная часть, она оказывается в изоляции. Сейчас они едут через Арцвашенную дорогу, да? И поэтому вот когда рассказывают такие страшунки, что сейчас возьмем вот янклавы будем блокировать, Азербайджан на самом деле столкнется с гораздо большими серьезными проблемами в этом случае. Просто вот атмосфера, конечно, вот постоянное давление, постоянный шантаж со стороны Азербайджана и страхи армянской стороны по разным причинам, они ведут к тому, что у нас такое восприятие, да, проблема. Мне кажется, вот эта проблема для Азербайджана будет гораздо более серьезной. Ну, знаешь, я бы не сказал, что у армянской стороны прям какие-то есть страхи, учитывая, что вот жители села, они готовы там и лопатами выйти защищать свою деревню, лопатами и грабами. Нет, по-моему, дороги, вот заблокируют дорогу через Быран, да, там 4 километра дороги. А что, в Армении нет ресурсов построить 4 новых километра дороги, плюс в Армении с Ираном еще две дороги. Они, конечно, ну, через Саван и через вот этот Умсадзор, да, вот это называется, Умсадзор. То есть каких глобальных проблем для армянской стороны на самом деле нету. Именно здесь есть определенные опасения, что если мы будем, то есть анклав превратиться в военную базу, да, оттуда будут каким-то образом, то есть это углубление в территории Армении. Но с другой стороны, во-первых, у нас гораздо больше анклавы, и по этой логике тоже можно смотреть, лучше, со арт-вашинок. Во-вторых, ну, применительно к анклавам международная практика предполагает ограничение военного присутствия. Это не армянское изобретение, не азербайджанское, а это есть прецеденты. И никто не допустит, что тяжелая техника через территорию Армении попадала в анклавы. То есть, по сути, единственное, что туда должны пустить, это полицейские силы и какие-то пограничники. Вот и все. То есть тяжелая техника и прочее. Это угроза, и международная практика предполагает в таких случаях ограничение военного присутствия. То есть все эти вопросы, на самом деле, если мы смотрим в правовом режиме, да, и исходя из прецедентов, они имеют совсем другое решение. И здесь Азербайджан, опять же, на мой взгляд, продолжает шантажировать. И мы иногда поддаемся на вот этот шантаж. Такой вопрос. Я всегда задумывался, почему эти анклавы в советские годы возникли конкретно между Арменией и Азербайджаном? Почему не Армении у Грузии, Азербайджана, Грузии? Вот у нас есть еще один сосед, да, между Грузией и Арменией почему-то нет таких анклав, и у них тоже нет вроде бы, насколько я знаю. Как вообще так получилось? В казахском вот этом участке тогда был казахский уезд Елизаветпольской губернии, да, в царское время, когда в 1118 году возникли независимые государства, армянские села по периметру, то есть, хотя эта территория не входила по Батумскому мирному договору в состав Армении, крестьяне отказались кому-нибудь подчиняться, они вырули по периметру своих сел окопы, и, собственно, до отступления турецкой армии эта территория все равно контролировалась армянской стороной. И получилось, что армянские села контролировали свою территорию, мусульманские села контролировали свою. Потом, в 2019 году уже, конечно, попытались все-таки более адекватную границу создать в 2019-2020 году, и поскольку коммуникации армянских сел, например, в казахской зоне шли через вот эти небольшие села, вот это Нижний Боскет-Парк, Хей-Ремли и прочее, вот часть тех четырех сел, да, армянская сторона взяла эти села, и до августа 1920 года эти села были в составе Армении. Потом пришла Красная Армия, она увидела в этом возможность использовать, значит, фактор вот этого конфликта в своих целях, да, и, значит, Красная Армия начала, значит, боевое действие именно в этих зонах, где были села, и у нас до сентября, конца сентября 2020 года шли бои, несколько раз переходили эти села, в том числе армянские из рук руки, сжигались и прочее, это известная история, особенно сожжение села Коппи в Ноемберианском районе, да, Армении. И вот с тех пор, поскольку большевики увидели, что тут очень серьезная ситуация, да, непримиримо, армяне не хотели ни в коем случае входить в состав Азербайджана, азербайджанцы, разумеется, они хотели тогда еще тюрки, да, они хотели состав Армении, и вот пришлось каждое село в пограничной зоне, то есть тюркские села отдавать Азербайджану, армянские Армении, и возникла вот такая очень сложная картина. Там, конечно, принцип был изначально, что горная часть отходит Армении, поскольку армяне составляли около 90% населения в горной части казахского уездах, равнина Азербайджану, но вот в районе Арцвашена были кышлаки, они назывались Шенахайрумское общество сельское, там маленькие, очень много мелких кышлаков, которые между Арцвашеном и Талушем, точнее Шамшадынским районом их было, да. И там тоже тюркские села возникали в это самое время, и вот эти люди тоже не захотели в состав Армении ходить, и в 20-е годы там был очень долгий спор относительно вот этого Шенахайрумского общества, и в итоге его окончательно тоже отдали Азербайджану, и Арцвашен отделился от остальной Армении, оказался вот в такой изоляции. Ну, кстати, вот все эти села Шенахайрум и вот вся эта зона Арцвашена, у нас есть турецкий Дефтер 1727 года, там 95% населения в этой зоне, там есть только одно мусульманское, один мусульманский кашлак с населением несколько, даже меньше, по-моему, сотни человек, то есть это небольшое поселение, то есть вся эта горная зона от Нагорного Карабаха и Ганзакские горы, да, вот там нет практически мусульманских сел вообще, то есть армянское население там исчезло в 18-м, в начале 19-го века, преимущественно из-за набегов дагестанских горцев, да, ну и в том числе также тюркских разных племенов. Так получается, вот эти вот, сейчас упомянул по поводу Айрумов, там проживали вот эти вот этнические азербайджанцы, Айрумы, племена, о которых, ну, известно, что были такие племена Айрумы, это часть них названа, так понимает. Ну, вообще, это интересно, вот Шенах Айрум, да, вот Шенах, это село старое, которое было армянским, потому же, у нас есть принцип Айрумы селились рядом с армянскими селами, и вот селок, где селились Айрумы, оно получало название, врало название армянского села и добавлялось вот этот корень Айрум, у нас это было в 19-м веке даже больше гораздо. Вот у нас Баганис Айрум одно из сел, да, есть армянское село Баганис, и рядом Айрум поселились, да, вот эти племена Айрумов, и село стало называться Баганис Айрум. На севере было армянское село есть Довех, рядом поселились Айрумы, и село стало Довех Айрум, было в 19-м веке, потом исчезло. Вот у нас в Лури, недалеко от меня, буквально было село Чочкан, очень известное, с 4-го века это село, в 1016 году упоминается среди подаренных сел Афадскому монастырю, и вот рядом с Чочканом в 19-м веке поселились Айрумы, и новое село очень долго называлось Чочкан-Айрум в русских источниках, а в советские годы просто называлось Айрум, Большой Айрум, Айрум – Малая. Да, вот у Айрумов была такая тяга, это единственный случай, когда они сидели рядом с армянскими селами и брали их название, то есть просто добавляют этот Новый год. Есть версия по поводу Айрумов, что это исламизированные армяне. Эта версия, нет, это не про всех Айрумов, но вот для Айрумов Малого Кавказа, судя по всему, действительно вот этногенезия сыграли роль армяне, поскольку вот они отличаются и от других групп Айрумов. Айрумы были в Сурмалинском уезде, например, Ириванской губернии, да, это вообще Румлу племя, Шамлу, Румлу, мы знаем, Рум – это Анатолия, да, или Малая Азия, Рум – Византия, Алимская идея. Византия, да. Да, Шам – это Восточная Средиземномория, да, и, соответственно, вот Шамлу из Шама, да, поскольку вот все эти туркоманские племена османы вытеслили к нам на Южный Кавказ, вот они здесь, вот такая большая концентрация получилась. И вот Румлу стали Айрумами, но вот часть этих Румлу, которые жили в горах Малого Кавказа, кстати, это была единственная группа в начале XIX века азербайджанцев, которые постоянно проживали в горах, то есть других групп в горах Малого Кавказа не было. И, соответственно, да, они даже жили в селах, там интересно, вот в Дашкессанском районе, в Гегельский район, который в советские годы назвался Ханларский, да, южнее Геташена, там есть села Дастафюр сейчас, Зензагал и прочее. Вот они сохранили название даже армянских, Зензагал, Дастафкер и Дастафоль, и вот в этих селах тоже находили Айрумов, которые зафиксировали фотографии из Википедии, из, по-моему, как раз села Дастафюр, то есть там даже видны элементы армянской одежды, вот эти обувь, там разноцветные... Это только то, что они жили в горах, и причем единственные тюркские племена в Закавказье, которые жили в горах, это только, наверное, подтверждает теорию этнологов, что это какие-то исламизированные армяне или исламизированные греки, все равно кто. Потому что жизнь в горах... Я, например, не знаю ни одного тюркского племени Закавказья, который в состав азербайджанского народа, да, овлился, которые были бы горными жителями. Ну, смотрите, вот в турецком Дефтере 1727 года все эти села обозначены как христианские, то есть как армянские. И у нас из армянских источников, в том числе Кондак и Катали-Косов, когда он обращается к жителям определенного района, список этих сел есть, это были армянские села, да, и за 100 лет они превратились в тюркские. Конечно, там понятно, что никаких греков, во-первых, не было, как минимум до середины 18 века там жили исключительно армяне, то есть вообще в этой горной зоне буквально 3-4 мусульманских села, причем небольших, то есть там соотношение армянского и мусульманского населения было примерно как 95 к 5%, да, и понятно, что там не могли взяться какая-то такая, и греков никаких там не было и прочее, это частично, конечно, в этногенезе айрумов поучаствовали какие-то остатки армянского населения, которые по разным причинам не покинули этот регион, ну, собственно, у айрумов, в том числе на севере Армении, мы знаем, они осуществляли маках тот же, да, вот этот армянский ритуал, зажигали свечи на развалинах армянских церквей и прочее, прочее, то есть они попали под влияние армянской какой-то культуры, мы знаем, потому что в 17 веке у нас есть прямые указания письменных источников, что часть армян переходили в ислам, у нас есть калафон рукописи 1634 года, где вот с горечью этот песец как раз из Тавуша, из Тавушберта, то есть Тавушберта современного центра бывшего Шамшардынского района, он пишет об этом, что вот мы жили в тяжелые времена, когда персиане заставляли нас переходить в свою вот эту религию, да, ну, это понятно, и нахачевание нас примерно, наверное, 15-20% азербайджанцев, так или иначе, потомки армян, в Шекигабалинской зоне около, наверное, больше половины сел трех районов Азербайджана, а Шекинского, значит, Варташенского, которого Гусский и Габалинского, который раньше Кубкашенский был, это армяне, потомки армян и Удин, то есть, ну, это известный факт. А что их заставило исламизироваться? Притеснения, какие-то кризисные ситуации, репрессии, дискриминация, то есть, это происходило, как правило, во время кризисов, когда по каким-то причинам центральная власть слабела, и у местных правителей, и религиозные факторы во время кризисов, они застановятся, на самом деле, знаменем разных видов борьбы, да, между... Это после Великого Сургуна произошло, когда основная часть армян была переселена в Персию? Да, ну, в Нахачеване исламизация происходила с 1640-й год, уже много упоминаний об этом, и до 1680-х, 90-х, там, католики, почти все, кто остались, они перешли в Иславию. Те, кто не хотели, они бежали в Османскую империю, и у нас там, вот, в том числе предки Комитаса, например, они же Нахачеванские села Цовна, например, да, то есть этот поток был очень большой, и, кстати, епархия армян-католиков Нахачевани, она 1750-й годы была создана в Измире, поскольку туда перебралась вся паства, да, то есть те, кто остались христианами. Ну, это был такой массовый процесс, в Нагорном Карабахе мы знаем, что Меликские фамилии многие перешли в исламы, есть азербайджанский деятель Мелик Гайказов Молла Сафар Али, мы понимаем, да, всю иронию, поскольку имя Гайказ буквально отпрыс Айка, да, прародители армян, это популярное имя стало в Сунике поздной Средневековье, и вот Мелик Гайказов азербайджанец в 19 веке, это потомок именно вот кашатарских меликов, которые поселили в селе Ханатсах северное Степанакерта, да, и который хан Юрду теперь они переименовали, и вот Мелик Гайказов перешли в ислам, мы знаем, Мелик Яганова и Мелик Асланова перешли в ислам, Мелик Хапназарову перешли в ислам. Во многих селах, особенно Гадруцкого района, когда первые русские, мы смотрим, камеральное описание, почти в каждом селе есть мусульмане с именем, например, Погосоглы, то есть и потом они обращались в консисторию в Сеноте Чмядинске и говорили, что при Ибрагимхане их заставляли принимать ислам. Сейчас вам вернулось, но Мелик Гайказов, Мелик Ахназаровы, они не вернулись, да, они стали азербайджанцем. Мелик Гигановы, там у них министр был Мелик Гиганов, Мелик Аслановы и прочее. То есть, ну, это такая слишком... Я напомню нашим зрителям, что гость наш сегодняшний Мелик Сетянц. Да, ну, у меня с Меликами, видимо, не связано. Мой известный предок Тер Мелик Сет, это священник, который из Шуши переселился в 1799 году на север Армении. Есть подозрение, что он был из Казанчии, села Казанчир на Качеване, но я пока не нашел убедительных доказательств вот этому, да. Но есть предание, вот такое было. Самуэл, одно время был такой красный Курдистан, такой клин между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Куда делись курды после упразднения этого Курдистана? Нет, курды тоже, да, конечно, все стали азербайджанцами. Вот я недавно тоже об этом говорил. И часто в курдских публиках сталкивались с тем, что они недоумевают, а куда делись курды, завет Сталина их выселил. Сталин все-таки выселил других курдов, а эти курды почти сразу после ликвидации стали азербайджанцами. Да, вот Лачин, Кельбаджар. И эти все-таки это разные очень группы курдов. Те, что в Лачине жили, это люди, которые поднимались с севера Ирана постепенно по долине вот этой реки Акера и Варутан и постепенно вытесняли армянское население. Вот советский этнограф Челлина все это зафиксировала. В том числе и в их преданиях они помнили, как это происходило. Что пришли, там было армянское село, они там их предводителя убили и захватили. Вот это прям очень явно было сохранилось. А вот курды Кельбаджара, это племя Куланы, эти племена попали сначала в Ереван, их привлекал ереванский хан. Но они были очень сильно разбойного нрава, и у ереванского хана и вообще турок остальных возник с ними конфликт. Есть у Шопена очень известный такой отрывок, когда говорят, что айрумы и казахцы, казахцы, по-моему, и шамшадынцы, они просто загнали этих Куланы из-за их разбойных нападений на берег озера Сиван и утопили в озере детей, женщин и всех, потому что вот они им так надоели сильно. Но Ибрагим Хан понял, что это полезный ресурс, и поскольку у него самый серьезный конфликт был с армянскими мельками, значит, Фироберта и Юлистана, то есть северных вот этих регионов, он поселил их в опустевшем Кельбаджарском районе советского периода, а вот тот опустел в 1730-40-е годы, когда, значит, оттуда все армянское население исчезло. То есть у нас здесь как минимум список 20 армянских сел на территории этого района в этого периода. У нас здесь турецкий документ, когда вот жителям этого региона, Зарзибиль это называлось, поскольку вот азербайджанский язык, он нету там армянских взрывных согласны, царь это известное медикство, да, и княжеский центр, известное село с шестью церквями, которые сохраняются, церкви, ну, большая часть наших дней, хотя в советское время там монастырь, сравнимый с Дадиванком, был уничтожен, это Гетамичо, известный монастырь, ниже села царь, его разобрали буквально жители азербайджанского села, и из него был построен вот все село Чарак, Чарак, это недалеко, вот как раз от старого, то было построено из этих камней. Вот у нас здесь турецкий документ, когда жителям этих сел призываются, чтобы они подчинялись Эчмиадзинскому католикосу, это 1728 по-моему год, но с середины 18 века про этих армян у нас никаких данных нет, и Кельбаджарский район, чем интересен, там вообще никогда не было мечети, то есть там в 90-е годы попытались построить одну мечеть, в 93-м году ее так и не завершили, то есть там мусульманское население так и не пустило корни, да, и большая часть района до 18-го года принадлежала Тадиванкскому монастырю, кстати, то есть около 2000 квадратных километров. Вот, собственно, вот это племя Кулани, которое из зоны Алашкерта, то есть это восток современной Турции оттуда, лачинские курды, они с юга, значит, с севера Персии, и вот они так попали и образовали такую общую зону, плюс вот среди этих фурдов были также исламизированные армяне, это общество мусульмангар, это вот южнее Шуши, такой кружок, который выдается в территорию Нагорно-Карабахской автономии, можно это вот хорошо видно, как раз это села общества мусульмангар, вот эти люди, они были армяне, которые перешли в ислам, и затем, кстати, лачинские курды заселил им, Аббас Мирза, принц, заселил ими Вайодзор, который опустел во время значит, воинов местных ханов друг с другом, Арабахский, Нахачеванский, Ереванский хан, они просто, мы сейчас просто, азербайджанские старограки об этом не любят говорить, но они, конечно, это были очень жестокие воины, они разоряли друг друга, уводили население, или уничтожали посевы, чтобы вот там не было людей. Вот вся эта приграничная зона, она, ну, пустовала, и Аббас Мирза пытался заселить ее по аналогии с казаками, чтобы они защищали границу, поскольку это стало после гилистанского мира границей между двумя империями, персидской и российской. И вот он поселил лачинских курдов, и в 50 селах, в дает взорах, вот все мусульмане, которые жили, которые в сельские годы стали азербайджанцами. Это были курды, то есть их 90% были курды, именно вот из Лачина, и, соответственно, вот история с курдами из этого района не только вот лачинг и азербайджан, но и в Армении курды, которые жили в сельские годы, они стали почти вся азербайджанцами. Очень мало осталось курдов, которые помнили, что они курды. Ну вот мы постепенно перешли уже к Сюнику, так называемому, как там любят говорить, Зангизурский коридор. Скажи, чем Алиеву не устраивает тот коридор, который предоставил Иран? Почему снова позарятся именно по территории Сюника сделать дорогу? Я думаю, помимо того, что с Ираном придется ему соблюдать какие-то обязанности взаимные, он сейчас думает, что раз Армения слабая, надо давить и получить не просто какой-то доступ стандартный, а какие-то преимущества. Во-вторых, эта идея вот этого коридора, она на самом деле была у его отца еще в советские годы, это такая семейная традиция. И Гейдар Алиев лоббировал, и руководство советской Армении просил, чтобы там было построено именно шоссе, то есть была такая нормальная коммуникация. А поскольку Мегри был пограничным регионом, армянская страна всегда тогда отмахивалась тем, что вот этот пограничный регион мы не можем туда пустить. И мне кажется, вот здесь накладывается с одной стороны вот эта традиция. Это был конфликт тоже между советской Арменией и Азербайджаном по вопросу вот этого доступа на Азербайджану взамен получить, значит, Арцар, точнее, Нагорно-Карабахскую автономную область и с коридором через Берцор-Лача. Но вот тогда у него этот проект не получился, но у Азербайджана желание иметь какие-то преимущества на... преимущества в этом направлении, конечно, остались. Но выбор названия, кстати, Зангизур, это тоже весело. У Азербайджана нет названия для сюмиков. Он не мог называться Зангизур по той причине, поскольку Зангизуром назывался участок вокруг города Горис. Вот Гориский район, это и есть Зангизур. Причем это трансформация армянского Закхедзор, позднесредневекового Тапанин, которую там Степано Сотубелян упоминает и прочее. То есть это известная история, да? И вот этот регион был исключительно вот этот небольшой регион вокруг Гориса, поскольку Горис стал в царское время центром нового уезда. Как это часто бывало, по названию центра, от центрального региона весь уезд получил вот это название, да? Но Горис занимал примерно, наверное, 15% по территории вот этого региона от Зангизурского уезда. И вот мне интересно, если вот это убираем, а какое азербайджанское название для свиньих? Этого названия нет, конечно, потому что вот Зангизур это изначально регион вокруг Гориса, южная часть всегда называлась Капаном, значит, северная, значит, Сесиан или армянская Сесаван, да, искаженно от этого. Кстати, он входил, как правило, в состав Нахачевани. И вот единого региона, который был бы в составе, если вот именно был бы Зангизуром, такого региона не было, то есть этот регион имел ценность как отдельная административная единица, исключительно в рамках армянской исторической географии и армянской истории. Собственно, вот этот диалект есть у нас, значит, диалект Сюника, Арцаха, который очень близкий, и вот это общий контейнент. Ну, плюс у нас есть, кстати, начало 18 века, интересно, немецкий труд по диалектам армянского языка. И там приводится стихотворение огулистцев о их мнении относительно других диалектов. И там есть они с издевкой... Огулисты считали, кстати, их диалект один из самых странных армянских диалектов и непонятно, да, но они считали, что как раз вот этот диалект, он чистый, а остальные, значит, какие-то неправильные. У них есть вот... Ну, как обычно, как обычно. У них есть такое, джугинцы коверкают слово, вот, волк идет сюда, и они приводят этот пример, как на джугинском диалекте звучит, для них это смешно. А копанцы говорят, это вообще смерть языка, то есть они разрушают язык, то есть их язык это ужас-ужас. Вот применительно копаны, да, вот для огулистцев их соседей, два главных соседа, это джугинцы и копанцы, да, два таких конкурента, и у нас есть копанские села, да, десятки сел, и жители были турками, османами, переселены в Османскую империю, ну, хотя вот их могильные надписи некоторые гораздо раннего периода, видимо, там были какие-то миграции, а после этого просто османы туда переселили на седьмых. И вот в десятки копанских сел, сохранилось их название в этой графике, значит, армянский кладбищ, рядом с Измиром, это Одемиш, это, значит, Маниса, поселение, собственно, сам Измир, в Балу мы знаем, в Бурсе мы знаем были вот эти люди, но и Бурдур, это уже южные Анкары, диалект этих людей до начала 20 века, это был сюникский диалект армянского языка. И в Манисе, кстати, зафиксированы примеры, когда священник вот этого диалекта, есть просто труп конца 19 века издали махитаристы, называется «Змюрня», «Измир и его окрестности», да, и вот там приводится, помимо эпиграфики, кладбищ и церквей, вот также разговоры со священником, ему показалось интересным, что это западный регион, а диалект восточный, да, так выражен. И вот у нас в Измире сохранился вот этот диалект переселенных жителей Мегринского района, Капана, и то есть это был массовый процесс для популяции, да, и изгнали армянского населения из этих мест. Ну, я хочу еще добавить, что вот сам топоним Зангизур, он типично иранского происхождения, вот если говорить Зангизур, вот как термин, причем такой прям литературный, Занг у них это звон, Э это есть, Зур сильный, сильный звон получается. Может это в отношении каких-то рек местных было названо иранцами, если это они называли, например, да, но вот это типичный индоевропеизм, Занг, Э, Зур, вот если говорить в отношении от Закедзур, поскольку ни в, значит, иранском, ни в азербайджанском нету Зур. То есть я хочу сказать, что к чуркам вообще-то термин вообще отношения нет. То есть они не могли просто произнести, у нас все топонимы армянский Зур становится в азербайджанском Зур, например, Банадзур, это на юге Гадруда становится Банадзур, там Замзур становится Замзур, у них, кстати, эти два звука еще не отличаются в армянском, это два совершенно разных звука, С это характерно для кавказских языков, кавказских языков, да, взрывной такой. А я скажу почему, я скажу почему. Дело в том, что предки нынешних азербайджанцев, они же писали арабской графикой, а в арабских письменах в арабском языке нет ряд определенных букв или звуков, например, в арабском языке нет буквы О, и соответственно, если где-то нужно указать в иностранном слове О, они пишут свою У, вот У у них буква есть, то же самое в арабском языке нету Е, и когда им нужно указать Е, они пишут И, букву И арабскую, которая у них есть. Так и получилось, что азербайджанцы называют Ирован, да, когда они говорят Ированское ханство, это еще со времен арабского халифата, это не они придумали, арабы называют Ереван до сих пор Ированом, и также и Зангизуром, там не говорится Зангизор, пишется-то, мы договорим Зангизор, но у них, если арабской графикой написать, то получается Зангизур. Ну да, здесь и графика, плюс отсутствие звука в соответствующих языке. Мы знаем, что, например, в азербайджанском нету звука С, да, и в тюркских языках нету звука С. Но они лидят 같은 звука при этом. Ну, это Соконий, это да, это восточный диалект азербайджанского, там, видимо, от ТАПа в это им перешло, но единственный диалект, где вот этот, кстати, в азербайджанском месте этот звук, это нахичеванский диалект. И в нахичеванском диалекте азербайджанского языка много арменизмов на самом деле. Вот, например, Рисалаг мы называем Котэм, я недавно узнал и и азербайджанцы тоже нахичеванцы годом говорят и в других диалектах азербайджанского этого нет на нахичеванский диалект не только армянский повлиял плане фонетики это неудивительно и например в том же турецком директоре 1727 года самый крупный населенный пункт нахичеванского санджака это не нахичевань центр да нахичеван армянский или нахичеван астабад армянский городок многократно и там примерно треть населения всего санджака проживала причем турецком дефтере есть список из 20 человек мусульман единственных да из 1000 с чем-то налогоплательщиков мужчин всего 20 значит мусульман и у некоторых напротив приписка что это новая мусульмане те кто недавно перешли в ислам то есть обращенный христиан да это дады пуль ислам полу называется вот у нас даже есть в османском дефтере пример того как армяне этого пара арабский дача делюсь нам как армяне этого поселка перешли в ислам прямое указание в османском дефтере поэтому конечно здесь если смотреть на все это сопоставлять данные там по ними и она этики прочее прочее у нас картина обогащаются но сожалению кстати вот это я азербайджанцы когда они хотят такие вещи принимать есть албанцы до мифические народные античный от нас который существовал на этой территории на небольшой территории формировали современного азербайджанского этноса на самом деле да и они вот так раздувают этот албанский мир и своих предков на самом деле этногенез азербайджанцев если мы берем другой христианский народ самый крупный христианский народ который встречался во всем арианде проживания в том числе прошлого да поскольку как я отметила они были изгнаны из востока современной турции северо-месопотамии османами дату команды вот эти дни на это были армяне и армяне не просто взаимодействовали это и в азербайджанском десятки армянские заимствование в азербайджан они участвовали также в этногенезе ассимилировались принимали ислам и неудивительно что в армянском языке например 17 веке если мы говорим термин исламизироваться до принятия слав это турканал то есть стать турком а турками армянские источники в это время никогда не называли осман их назвали так и всегда называли жители южного кавказа туркоязычных и до двадцатого века начало да у нас вся армянская пресса если пишут что-то армян вот армяно-татарская резня в армянских источниках это альтургакан и армяно-тюргские столкновения или армяно-тюргский конфликт азербайджанцев и до сих пор во всех диалектах армянского языка азербайджанцев называют турками да это то есть мы в этом смысле сохранили их память об тюркском происхождении лучше чем они сами поскольку они многие группы этого не помню это действительно самый крупный этнос армяне которые с ними были в этом смысле связаны и когда они пытаются отрицать историю армении они на самом деле если помимо вот этих игр сейчас идентичность они если говорить о фактах то что было с их действительными предками а у многих из них эти предки были армяне особенно у азербайджанцев которые жили на территории мало кавказа современной армении нахычеване и так далее да это все отрицание своей истории сходить и нас послушать а проще всего им сходить и сдать днк и все все откроется ну я даже могу список сел составить азербайджанский так или они могут это сделать жители каких сел делать и я уверен что большинстве случаев у нас будет очень неожиданно для них и вполне предсказуемо для нас это как суде нами то что вот раздували этот албанский какой-то вот этот миф то что армяне это ассимилировано арцах это ассимилировано у дина да у нас сейчас у дина издает генетические тесты у них видно что во первых самая близкая группа к ним это не арцахские армяне вообще-то армяне вообще то есть не могло быть так то есть получается и разум армяне разума это тоже ассимилировано у деле по этой логике при этом у них очень слабые связи с дагестанцами то есть у них на первом месте близкие самая популяция это армяне на втором месте это группы татов особенно центральных вот этих горных на третьем месте грузины кахетинцы только потом идут насколько я помню арчинцы арчинцы это вот уже единственно без геноязычная группа причем все они гораздо слабее чем связи с армянами особенно армяне из восточных регионов если сдают тест у них очень близко получается пересечения и вообще происхождение у дин можно смогли смоделировать как смешение какой-то популяция очень близкой к армянам с какой-то ирана иранской группой с кавказской примесью вот так то есть язык у них кавказки происхождение как это часто бывает физическое они все-таки люди которые близки к нам да то есть картина обратная тем утверждением которые все время так популярно пропагандировались и мы недавно видели максим шинченко сказал что вот армяне оказываются димы которые в шестом веке армянизировались но хорошо что в шестом веке да не в 19 и и вот к сожалению вот это наследие советской историографии когда придумывались советским этносом вот старые предки поскольку армян и грузин они были априори нужно было их придумать также для азербайджанцев вот она сыграла злую шутку поскольку нам приходится доказывать какие-то вещи которые на самом деле не то что нужно было им доказывать вообще доказательства являлась признаком какого-то умовешения на сейчас это воспринимается но поскольку сильно антиармянская пропаганда сразу на фронтов причем этот максим шевченко у одних на канале он говорит о том что армяне это оттуда родом из из вана с тех краев а на других каналах он говорит что вот курды жили испокон веков вот в районе вана а армян куда-то он тоже отправляет там в индию это на балканы то есть вообще очень странный человек но сегодня мы не о нем говорим до самого спасибо большое еще раз что принял мое приглашение я тебя часто видел на разных других каналах и все собирался сегодня как и вот и у нас я думаю ты моему зрителю был тоже очень интересен учитывая что у меня зритель такой вполне интеллектуальный ну ты сам об этом знаешь больше десяти лет я веду антитопор и ты один из тех кто можно сказать начинал подбадривая потому что рядом сидел когда я помню мы собрались я сказал все первый выпуске а уже антитопора записал и это было далеко не об азербайджанцах вот если ты помнишь мы там говорили об армянах о наших внутренних проблемах кавказ не кавказ за кавказе но и так далее то есть первые три выпуска мы вообще говорили о внутренних проблемах и ты был всему этому свидетелю это я сейчас тому чтобы наш зритель понимал как мы давно за знакомы с сам вэлом и он стоял у истоков этого антитопора еще раз спасибо тебе сам вэл подуспокоил где-то но и заодно мы с тобой вдарили сейчас в истории что было тоже безумно интересное мне и нашим зрителям спасибо за приглашение насколько я помню мы знакомы с 2012 года но тогда как раз все и начиналось да тогда и начинался антитопор хорошо до свидания ну и я еще раз напомню значит 20 апреля в москве буквально уже завтра если вы смотрите нас девятнадцатого числа и двадцать первого в санкт-петербурге в начале этого выпуска я сказал подробно время дата место и так далее все вам хорошего до следующих встреч на неделе на неделе